пдр сделаем несколько наконечников это у нас нержавеечка диаметр 22 миллиметра короче сейчас делаем несколько наконечников для пдр работы и так для образца возьмем какой-нибудь вот такой американский сайт viti.com так далее вот наборчик возьмем какой-нибудь для образца вот такой вот наборчик с американского сайта стоимостью примерно вот столько долларов до 540 долларов там 600 вот тут и есть как раз хорошо нарисовано короче займемся сегодня промышленным шпионажем и постараемся повторить несколько наконечников вот тут хорошо видно видите постараемся повторить несколько наконечников именно из нержавейки вот один второй тут третий есть тут есть с полиамида сделанность там со стеклотекстолита еще а вот п.у. полиамидный ну короче всякие вот как раз из нержавейки то есть размер возьмем за базу резьба м8 соответственно тут примерно 20 миллиметров диаметра цена одного наконечника 36 долларов 22 доллара попробуем немножко сэкономить денег кусок нержавейки токарный станок поехали и так набросал себе тут вот такие типа технических чертежей до или рисунков он короче заметки на полях стране это тетради резьба м8 стандартная будет делаться до запад европейский это не американский потому что мы как бы у нас не дюймовый резьба чем резьба м8 нержавейка диаметр 20 базовый а наконечники уже тут с картинки я там примерно высчитал диаметры ну и все поехали а 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 Продолжение следует... 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 Как раз буду обкатывать эти все насадки, вправить это все дело. Обкатка пройдет и будет уже ясно, как эти насадки работают. Маленькое послесловие. Молоток этот, который мы видели в видео, это делают бразильцы, это из Бразилии. Цены там в каких-то их туриках. Как бы молоток недешевый по-любому. Пока он сюда приедет, доедет до нас, это рублей 12. Подумал и обратился к Валерии, говорит, слушай, ну если есть такая возможность, сделай мне такие насадки, визуально хотя бы. Ссылочка есть, экранка, вот такой красивый молоток, реалов что ли у них там, то ли реалы, то ли что-то, да, реалов. Ну и в итоге, была идея повторить вот эти вот насадки, за исключением, вот нет материала такого. Вот стеклотекстолит, он как бы следит, тот, который есть у меня и тот, который есть у Валерчика, следит на лаке, это неприемлемо. Ну а так, вот эти насадочки, любую из них вот, бери. Приблизительно, можно под увеличением увидеть и примерно сделать что-то такое же. Вот что и было с успехом сделано. Валерий, еще раз огромное спасибо, благодарность от меня, буду обкатывать их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!